Де-нацификация, вот как сейчас говорят, оно пошло накануне специальной военной операции в Украине, это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, к чему Украина подошла, а сейчас уже можно сказать, что появились ростки поползновения фашизма в Украине. Когда берут оружие, бейте, режьте русских, отрезайте им то, отрезайте это, ролики снимают в интернете, который Денис не смотрит, слава Богу, отрезают русским голову, это фашизм. А денационализация, знаете, когда я тащил украинцев за стол переговоров в начале вот этой кампании в феврале этого года, я позвонил, не я, а ты ему звонил и принес мне телефон, что звонит, поговорит с Зеленским. Я ему тогда сказал, Володя, что начался разговор деноцификации, Володя, как к своему ребенку, это, понимаете, это все это виртуально, все это философски, все это философски, надо садиться за стол переговоров, и никто там тебе не скажет про деноцификацию, потому что была и есть главная проблема, демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное вооружение ракетное, в том числе с ядерными боеголовками. Нам это что, легче от этого было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию.